Девушки отдыхают Это тетя Женина, Татьяна, это наша кума Леночка, это моя двоюродная сестра Юлечка, а это Танина сестра Анечка. У нас с Женей общая мечта. Мы хотим построить дом и жить отдельно. Я приехала для того, чтобы заработать деньги, чтобы... Помочь построить нам дом. Это я. Вложить их в свое дело. Все, что мы делаем, мы всегда делаем вместе. Копаем огороды вместе, отдыхаем вместе. Воспитываем детей вместе. Вместе, да. Потому что у нас их очень много. Да, мы веселая команда, мы семья активистов. Мы можем, мы сделаем, мы порвем ваш замок на куски. Порвем, как-то сих грелку. Наш девиз. Страх мы вместе победим, и себя мы нагодим! У-у-у-у! У-у-у! Щотижня сім жадебних шукачів пригод з однієї родини відвідують це таємниче місце. Замок Страху. П'ять мільйонів гривень сковано в його похмурих кімнатах. Але грабці отримую гроші тільки, коли пройдуть всі випробування. Вони зустрінуться з найбільшими страхами і спробують побороти їх. Лише один дійде до кінця. Проте в огонь за грошима він може втратити те, що набагато цінніше. Перше впечатлення – ужас. Що відбувається? Чому? Чому і закривають глаза? Чому не дають смотреть, що відбувається? Куди ведуть? Зачем? Боишся споткнуться. Я дуже боюся з замкнутого пространства. І коли мені дали ремешок на голову, у мене немножко началось нехватати воздуху. Очень испугалась. Паніка. Сняли мешки. Страшно. Нікого немає. Жутко. Очень жутко. Знаєте, жутковато. Жим-жим, дед. Жим-жим. Ну шо, Лена? Страшно. Домо їдєдє? Нет. Ухали. Можна мені дому? Нет. Шаг з делом. Рудольф, як неживий. Рудольф, конечно, милий чоловічок такой. Ну, это, так сказати, і настораживало. Рудольф, як неживий чоловічок, я не знай, откуда выйдет хозяин замка. У нас знову гости. Здрасте. 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 Я іспугався хозяина замка, він для мене показався страшною очень. Він буде робити такі гадости, наверное, що ми не видаємо этого. Чого ви хочете? Денег. Вас інтересують тільки деньги? Нет. Інтерес. Сможемо ли побігити ми свій страх? Ви хочете познати себе? Так. Для того, щоб познать себя, вам придется затоптати кого-то другого, тому що к фіналу може дойти тільки один. Ми готові. Ми вийде. Війни без потерь не бывает. І кого ви собираєтесь потерять в этой борьбе? Тот, хто кажеться немного слабеє. Неуверенній. Тот, хто це буде? Це буде видно в процесі. Ви, Елена, уверена в себе? Абсолютно. І ви готові дойти до фінала? Готова. Тоді вам придется затоптати других. Придеться? А що робити? Ви согласні? Согласна. А зачем вам нужны деньги? Осуществить свою мечту? Какую? Купить машину. Вложити деньги в свій бізнес. Евгений, а вам нужны деньги? Да. Зачем? Построити свій дом? Да. Для Елены? Да. А как же? Ви ведомий в семье? Да. Хозяин – очень хороший психолог, потому что он сразу в нашей команде выявил то, что, допустим, Лена там доминирует над Женей в их отношениях, то, что Женя ведомый. Держите его крепче, Елена. Держу. Такие обычно вырываются. Надежно привязан ко мне. Ой, уже настолько это все проверено. Татьяна, вы предчувствуете победу? 80% наверное есть. И кто выйдет в финал? Не хотим об этом сейчас загадывать. Вы не хотите раскрывать тайну? Вы ведь обладаете даром предвидения? Ну зачем это сейчас нужно? Наверное, буду чувствовать, где деньги, основная сумма лежит, может, какая-то, где ключик какой-то лежит, наверное, куда выйти. Мне кажется, этот дар мой будет мне помогать в игре. Евгений! Да. А вы зачем сюда приехали? Выходить побольше денег. И купить такой пиджак, как у вас. Сегодня вам такой пиджак будет мешать. Он злой какой-то. Он начал нам грубить. И надо что-то отвечать. Я защищался. Хочу быть тоже таким строгим, как хозяин замка. В этом замке очень много денег. После каждого испытания замок будут покидать два человека. Тот, кто окажется наиболее алчным и останется в комнате и тот, кто соберет наименьшее количество денег. Таким образом, до финального испытания дойдет только один из вас. Из комнат замка можно выносить только деньги. И ничего, кроме денег. Вы не имеете права передавать деньги друг другу. Вам понятны условия? Да. Для начала отправляйтесь в разделочную. Рудольф, проводи их. Капец, девки. Разделочная. Все, это просто какой-то ужас. От этого названия побежали мурашки по коже. Обалдеть. Офигеть. На бойни на гравців чекают висшукані м'ясні страви. Гроши знаходятся у липких потруках, обмазанных жиром свинячих тушах та черепах. Уся комната заповнена холодной и кривовой ридиной. Гравцам доведется занурюваться в ридину, адже найбільше грошей сховано на дне. Глубокая яма, много крови, ощущения несприятны. Деньги, деньги, деньги. Я что-то бесконечно бегаю. Где деньги, где деньги, где деньги? Я сразу увидел мясо, лежащее на столах. Деньги. Сразу не растерялся, начал сразу собираться. Аккуратненько, девочки. Аккуратненько. Быстрее, быстрее, быстрее. Собираю. Запах мерзкий. Вокруг эти везде туши висят. Головы синей, которые я терпеть не могу. Везде эти кишки. Ужас, вонь. Ой, боже мой, пешки. Я думала, что прямо там же и сделаю свое дело. Когда подойду к голове, вот это висит. А Таня, давай ее снимать, что-то крутит эту голову. Деньги были в ушках, в ротиках. В порезах были засунули денежка. Эти туши, которые висели, не очень хорошо не пахли. И вообще, я там ожидала, конечно, черви, что там будет. На фалбой вот не было. Да, Греша, шинчок. Вот ты кушаешь. Это мясо не ездит всю жизнь. Как ты так поступил? Деньги! Деньги в основном я искал в легко доступных местах. Умывальники, смесители. Внутрь туши я не залазил. Чем грязнее работа, тем дороже она оплачивается. В раковине лежали почки. Там было буквально пару гривен. Может быть, кто-то брезвый. Мне без разницы. Когда я начала копошиться дальше, там были более крупные суммы. В тот момент, когда она ступается, начинает падать, у нас просто начинается истерика, потому что она больше всех говорила, потому что самое главное не упасть. Я переживала, чтобы я ногу не подвернула. Я сразу увидел, что на потолке есть деньги. Начал думать, как залезть на потолок и совать эти деньги. Мы начали тащить этот стол, и Женя потом старше подключился, нам помог. Я знаю, что прыгать надо туда, где бездна. Не дай бог, я прыгну, я чуть-чуть оступилась, а может, там еще в центре, еще глубже. На стол я тоже думал залезть, но как бы не рискнул. Мерзко было. Прыгать надо, а там лужа будет весь мохт. Я со своим ростом метр пятьдесят два проваливаюсь, а Юля меня тянет. Я понимаю, что я не могу встать. Я поднимаю голову, открываю рот в этот момент, и мне льется эта жижа прямо на лицо, прямо в рот. И первые несколько секунд я вообще не могла, я ничего не видела, у меня как пелена на глазах была. Трение практически наполовину исчезло. Ну что, что это в глаза? Все перед собой в тумане, и ты теряешься где, что. Ты хочешь меня бить? Мамочка! Тело выглядит, ну как бы в чистом виде, сухонницей. Изначальный вид. Не очень-то я там была, хоть не первая вышла. Смотрю, Лена выходит первая. Она даже не упала ни разу. На нее даже не было ничего толком. То есть все лилось только на тех, которые бегали, искали, пытались что-то найти. Почему я вышел из комнаты вторым? Мерзко, отвращение. Антисанитария. Обалденный, вышла я оттуда. Изумительно обалденный. Сослившаяся, мокрая, в крови, вонючая. Мы Ленку пропустили, капитана команды, и она такая, могу я остаться? Нет, Лена, выходи. Извините. Я даже не заметил, как все начали выходить оттуда. Потом увидел, что остались мы с Юлей. Казалось, что все, я останусь здесь навечно. Он говорит, я собрал больше денег. Я тоже собрала больше денег. Он говорит, у меня 500. Я говорю, у меня 500. Я Юлю предупреждал, что дальше еще хуже будет. Пожалуйста, это нужно. Гружень, я все вытерплю, я все пройду. Да, вытерплю, честно. Что ты сейчас знаешь? Он смотрит на меня и говорит, Юля, ты иди. Это все было неожиданно, так все быстро. Как бы, немножко обидно для нашего. Просто хотелось участвовать дальше. Я хотела пройти дальше и попросила его, как брата, чтобы он остался и выпустил меня. и он, как мужчина, повел себя достойно, гордо, и он там остался. Вы любите приключения. Вам хочется поиграть? Да, очень. Для того, чтобы собрать больше денег, вам придется преодолевать не только свою неуверенность, но и страх. Чего вы больше всего в своей жизни боитесь? Татьяна! Наверное, быть заживо похороненной. Вы боитесь замкнутых пространств. А вы, Евгений? Смерть. Но вам больше стоит опасаться женщин, потому что перед вами команда черных вдов, которые съедают своих мужчин. Вы знаете, это даже комплимент. Как бы, женщинам принято называть слабым полом, но здесь мы, наверное, так себя преподнесли, и так показали, что у него сложилось такое впечатление. Я очень рада этого. Я предчувствовал, что Евгений станет вашей первой жертвой. Евгений, вы будете следующей. Я так думаю. Елена, вы вышли первой. Как вы думаете, сколько вы собрали денег? Не знаю. Я так думаю, что я мало собрала денег, поэтому я так думаю, что я сейчас вылечу. Елена, сделайте шаг вперед. Одна из вас собрала наименьшую сумму и сейчас покинет замок. Елена, вы собрали 1901 гривну. Это самая маленькая сумма. И покидайте замок. Рудольф, проводи ее к выходу. Обидно, что вот так вот получилось. Мне надо было просто остаться. Я изначально знала, что я собрала меньше всего денег. Что-то вот черт дернул выйти. Из Лены будет тяжеловато. Будем так говорить. Вы, Елена, оказались самой жадной. Может быть, вы станете теперь капитаном? Возможно. Ленин и Куми не дадут стать капитаном. Принимать решение она-то за всех не будет. Все равно команда будет принимать решение. Татьяна, вам легко находить потерянные предметы? Я всегда нахожу. У вас будет возможность выделиться. Вам предстоит найти нужный ключ. Я отправляю вас в свинарник. Рудольф, проводи их. Рудольф, проводи их. У свинарнику грабцям доведется розгребать купи сміття та порпать в багнице. Тысячи гривень замкнено в скринях, а ключи від них сковано серед соломи, коретки з кормом та міцно привязано до свиней. В пошуках грошей грабцям заважатимуть не тільки брудні тварині, а й гідкий сморід свинарника. В найтемніших кутах кімнати можна знайти пачки купюр, або потрапити в пастку, з якої неможливо звільнитися. Мы когда идем на испытания, мы читаем молитву очи наш, верим в то, что Господь нам поможет. Йеш за нас, йеш. Увидела хрюшик, я почему-то забыла о том, что нужно искать ключ. Я сразу кинулась, давай собирать деньги. Вверх на столе лежало, то есть то, что мы видели, в основном мелкие купюры. Я понимала, что нужно достать ключи, потому что нужно было открывать сумки. Меня закрыли. Какой замок? У меня уже все. я увидел ключи и к ящикам. Ключи не подходят. хрюшик, хрюшик, мать! Он еще писает! лежали деньги в деревяшках и шел путь к тому ящику, куда я пошла. Полезла в тот ящик, висели ключи. была надежда, что еще могу выйти. Вы не так открывайте меня, девки! Что ж вы сидите? откройте! Она говорит, вот ключ, открой меня. Я говорю, дед, тут нету нигде ключа. Я говорю, невозможно открыть, там задвижка стоит. Она попробует открыть задвижку, у меня не получается. Дед, открывай меня! пыталась Таню высадить. Женя подскочил тоже. Ума, чем тебе помочь, как тебе высадят? Там он сидит. Где? Вот здесь. Я подошел, посмотрел, то есть, в принципе, ну как, ну ничего не сделаешь. Сказал уже, все, сиди, ты уже попалась. Пойдем так говорить. Таня подсказывает, где ключи? Ума, ключи ищите, вот ключи подключите. Девки, вот ключи весят, берите все ключи. Когда Таня с Леной и с Юлей начали кричать ключ, ключ, и Женя кричит, нашел ключ, я вспомнила, стоп, точь, надо же ключ искать. Ожидалась, что когда откроешь сундук, в меня сейчас выскочит паук или там что-то находится. страшно было, особенно когда началось что-то где-то падать тебе на голову, ты не можешь понять, оно все мокрое, оно все бежит по тебе. Это ужас, это очень страшно. боль и ented немец BOIS прямой ключ, меня вот. Срывали мы ключи, все. Ну, они почему-то не подходили. Они проворачивались, но замки не открывались. Клер ключ ищите, Я понял, что ключи не оттуда, и увидел на хрюшках ключи. И начал снимать с хрюшек, и ключи начали подходить. Животное тоже, в принципе, боится тебя больше, чем ты. И к нему ласково тоже, как бы, будем говорить, надо подход найти. Свинка, свинка, иди, моя хорошая дина. Иди сюда. Стой! Я сначала думала, что я так подойду, почухаю за ушком и сломаю аккуратно снять. Моя хорошая соночка! Моя хорошая соночка! Иди, мамочка! Когда я увидела, что на веревке затянулось, начать развязывать. Мата, ложись сверху. Думаю, ну, попробую, хватит ли у меня силы дури оседлать ее. Она все-таки большая, там дури побольше. Тихо! Тихо, дорогая моя! Тихо! Тихо! О, молодец! Пытаешься драться с этой свиней, ее хватаешь за ноги, тянешь ее на себя, пытаешься снять этот ключ и говоришь ей, кис-кис-кис, и понимаешь, какая-то кошка есть. Это свинья! Свинья орет, у меня шок. Взрывы я испугалась, как бы, оно, во-первых, было неожиданно, во-вторых, я уже начинала на подсознание бояться. Сейчас меня попадут. У меня появился страх. Сверху жижа, и ты вся мокрая, это вонит, глаза начинают резать, потому что все это с лица капает. Я чувствую, как по мне бежит жижа, у меня волосы страшные, я боюсь всего. Понимаешь то, что панически надо собирать деньги, потому что у меня их мало, и мне надо больше, 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 потому что это большой вклад в нашу семью. А, возле столба, вот от меня. Больше всего денег было это в сундуках. Открыл или три, или четыре сундука, и во всех были деньги. Темное место, я увидела, смотрю, там деньги. Я, конечно, сначала побоялась, думаю, сейчас засуну руку, там что-то меня или укусит, или цапнет. Смотрю, там крупные деньги лежат. И я рывками потихонечку начала деньги вытаскивать. Всем удачи вам, Жень, спасибо вам. Всем удачи, держитесь. Почему вы не прийдете сюда? Жди. Аня пыталась выйти, и двери не открывались. Ну, я попробовал, уже дверь открылась. Как бы закрывать, и я и вышел. А Юрка что, вышла? Ну, я уже вышла вторая, потому что я начала уже смотреть панически, где дверью, потому что это вонит, глаза начинают резать. Да вы на шокодине, я осталась. Вы что, гоните? А я что, все? А я с тобой. Я самая последняя. Слышу, Таня кричит, к вам не бойся. Я все равно осталась, так что старайся по максимуму. Старалась. Эй, 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 за собой! Стоять! Стоять! Работу, не сюда! Кума, слетел. Кума. Кума. Все, Кума, целуй в носик твой песик, я ушла. Татьяна не спасла. Интуиция и экстрасенсорные способности ее тоже подвели. Она осталась в ловушке. Елена, почему вы как капитан не попытались помочь ей? Помогала Женя, помогала Юля. Бесполезно. Вы так были увлечены сбором денег? Если они не смогли, я бы тоже ничего не помогла. Но вы даже не предприняли никакой попытки. Нет, я даже об этом не думала. А что вы об этом думаете, Евгений? Это ее выбор. Лена, как капитан, могла бы повести себя по-другому. Даже если ты сосредоточилась на деньгах, просто можно было поддержать словесно. Говорит там, Тань, не волнуйся, все нормально, тебе будет хорошо. Ребята сейчас тебе помогут. Анна, ваша схватка со свиньями увенчалась успехом? Да, мне удалось снять ключ со свиней. Сейчас мы с вами определим, кто из вас собрал меньше всего денег и покинет замок. Юлия, Евгений, сделайте шаг вперед. Один из вас собрал меньшую сумму и сейчас покинет замок. Евгений! Да. В этом испытании вы собрали меньше денег, чем Юлия. Но! Я вас предупреждал, что из комнат нельзя выносить ничего, кроме денег. Да. Юлия, вы вынесли три ключа. Да. За то, что вы нарушили это правило, ваша сумма делится пополам. Таким образом, вы собрали меньше денег и покидаете замок. Рудольф, проводи ее! В этом аппетаже с истерикой, крики, шумом, гамом, смехом вместе с ними вынесло ключи. Ну, хоть не всю сумму, мы лишили, да, спасибо хозяину. Он мог бы лишить полностью все суммы, которые я могла бы внести. Вы расстаетесь со своими родственниками, как со старыми, ненужными вещами. В этой жизни всегда нужно чем-то жертвовать. Я не боюсь даже жертвовать собой ради своих родственников. сейчас вы отправитесь туда, где будет очень много старых и ненужных вещей. О, что начнется тогда, когда пакунки начнут выбухать. На гравцов полетит тирса и попел, а в комору заповзут змеи, подойдите сюда, Анна. Подойдите, Евгений. Прежде чем вы войдете в эту комнату, я усложню вам задачу. Дайте мне свои руки. Меня очень расстроил тот факт, когда Аню и Женю сковали наручниками. То есть я понимала, что уже какой-то выбор будет однозначно. Из этой комнаты можно выйти вдвоем. Но в комнате должен остаться только один. Поставили в пару сани. Ну, в любом случае, как бы, Лена оставалась одна уже, если бы мы не нашли ключ. Теперь вам выбирать, что вы будете искать. Ключ от наручников или деньги. Вам понятны условия? Да. Заходите. Изначально мы обязанности никакие не делили. То есть мы действовали спонтанно, в общем, как получалось по ситуации. Как лучше? Мышки! Боже, от нас не паника может. Мы старались так, чтобы все одновременно искали и ключ, и деньги тоже. Деньги находились в основном в коробках. Чего там только не было. В коробках было и солома, и мусор, и мука, и пыль, и хлопушки. То есть было много всего неприятного. Я тут храню, ну, помни! Что? Его разномило уже. Один выстрелил, такое впечатление, что у меня прям возле уха. Я хожу, на одно ухо слышу, на одно ухо не слышу. Ключ старались искать все. То есть, как бы, где могли и как могли. в этих шарах, мы лопали эти шары. Если бы мы вдруг нашли бы ключ, и открыли наручники, то я была готова остаться в этой комнате, чтобы они вышли в финал. Я считаю, что больше возможностей у Лены принести команде больше денег. В финале. Наверное, все-таки везучий человек. И поэтому большее количество денег попадается мне. Если я попаду в финал, буду делать все, что от меня зависит. иди сюда. Иди сюда. Измей, ни червяков, ни жабок, ни мышек, я не боюсь. Лена, что я сегодня на капюшоне? Что у тебя на капюшоне? что это было? Да не шоу там. Да не шоу там. Да не шоу там. Развели. Хорошо. Хорошо. Взрывается, такое ощущение, что у меня дели кастрюлю на голову и начали тарабанить кочергой по ней. Жень, это на верху. Мы уже где-то на этом. Слышишь, как жевать уже? Сейчас, подожди. Развернись. Ах! Пятая точка тянула очень, было очень сильное земное притяжение. Я не могла залезть на стол, потому что он был мокрый, весь скользкий. Не надо. Лена, ищи. Смотри, там нет? Нет. Просто Аня по комплексу крупнее меня. И тоже ее поднимать, и себя поднимать. то есть уже достал до самого верха балки уже. Но все равно не дотянулся. Нет, ничего. Вообще, конечно, должна была я больше вложить своих сил, потому что они были вместе, они не могли добраться наверх. Нет, ищи. Ищи. Лена вот помогала в поисках ключа, потому что это было тоже в ее интересах. Аня вошла уже в такой азарт сильный, что начала дергать меня за руку, то есть чуть ли не оторвала руку. когда на меня высыпались эти опарыши, я была очень этим недовольна. Еще один, зараза, упал мне в лифчик, и я стою и думаю, и говорю, Женя, у меня там что-то, говорю, во мне шевелится. в итоге мы не нашли ключ. Обидно. Когда уже понятно, что надежда пропала, что найти ключ, начали с Аней выбегать. когда мы выходили из комнаты, я не смотрела в ее сторону, но я думаю, что ей очень обидно, что она очень бы хотела попасть в финал. Сейчас я вас освобожу. Кто из вас готов пройти последнее испытание? Мы оба готовы. Вы хотите этого? Да. Ваша семья осудит вас, если вы не пройдете последнее испытание? Нет. Вы боитесь ответственности? Я не боюсь ответственности. Сейчас мы с вами определим, кто из вас собрал наименьшее количество денег и покинет замок. Анна, вы собрали в два раза больше, чем собрал Евгений. И Евгений покидает наш замок. Рудольф, проводи его. Думаю, что мне просто не повезло. Но если бы я попал в финал, я думаю, я бы не подвел. Я расстроилась, что я вышла в финал, а Женя покидает замок страха. С самого начала я боялась финального испытания. потому что это большая ответственность. Вы оставили позади всех ваших родственников и собрали больше всего денег. Интересно, вспомнит ли об этом ваша семья, когда вы будете делить эти деньги? Когда я буду делить деньги, она вспомнит. Сейчас мы подойдем к хранилищу. Это будет для вас последнее испытание. У меня паника. Мое внутреннее состояние сейчас паника. Отсюда вы можете уйти или очень богатым человеком, или покинуть замок ни с чем. Вы готовы войти в хранилище? Да. Тогда прошу. Я знаю, что я должна выложиться по максимуму. Чакры в космос буду открывать. Что я буду делать? Но постараюсь выложиться по максимуму. Здесь вы можете собрать денег больше, чем во всех предыдущих ваших испытаниях. Но для начала я ограничу вас в передвижении. выложить А вы не забыли, где-то здесь положили? Я буду тут побег в будке на привязи. В этих ячейках очень много денег. в одних сотни, в других тысячи гривен. Вам нужно не только собрать деньги, но и успеть освободиться. В одной из этих ячеек спрятаны ключи от замка и от наручников. Если вы не успеете освободиться, ваша семья останется ни с чем. вам нужно выйти из хранилища до того, как выкатится седьмой шар. Вам понятны условия? Да. Прощайте. До скорой встречи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Твою ж маму! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Проверьте здесь Вот здесь Прикольно Можете себя освободить Значит все-таки был только от наручников ключ? Второй ключ Здесь Ваша семья потеряла 196 тысяч 34 гривны Оставайтесь здесь Рудольф Приведи семью С какими самыми большими страхами Вы столкнулись в замке? Крыса В свинарнике Яма Змеи Как вы думаете Сколько денег вашей семье Удалось собрать В замке? Боимся даже предположить Вы собрали 196 тысяч 34 гривны АПЛОДИСМЕНТЫ Сумма Около Больше, наверное, чем все надеялись Это не считая тех денег Которые Были собраны В последнем испытании Эти деньги Вы сможете получить Если Анне Удалось пройти Последнее испытание Рудольф Рудольф АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я увидела ее заплаканные глаза Я испугалась за нее Потому что она будет думать Что мы все на нее обозлимся Ну, подумаешь Не нашла Главное, мы семья И что бы ни случилось Мы всегда вместе АПЛОДИСМЕНТЫ И меня не осудят И претензий ко мне не будет никаких Я сама себя бы двинясь Потому что 196 тысяч Это приличная сумма денег Это очень приличная сумма денег Для нас АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Анька, не плачь Все хорошо Не плачь Вы достаточно развлекли меня Вступайте Рудольф Проводи их Спасибо До свидания Все мое свою цину Особливо гроши 5 миллионов гривен Замок страху Чекает на вас АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ироди АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok